Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре необычный автомобиль. Это Mercedes класса B. Mercedes заявляет, что данный автомобиль может проехать на одном заряде порядка 200 километров. Все абсолютно тихо, все абсолютно без звука, и очень трудно после этой машины пересесть потом на бензиновый автомобиль и заново плютать к тому, что вы слышите мотор, когда нажимаете на бензиновый автомобиль. Сейчас попробуем. Она шлифует, шлифует, шлифует до сих пор. То есть она до 40, до 35 километров она продолжала шлифовать. Другой машине не получалось, но в данной машине я могу запросто легко вот так вот разместиться, лечь здесь, и здесь будет, в принципе, мне очень комфортно и удобно. Ну и, Юль, какое разочарование. Давайте включать камеру. А именно, двигались в левом ряду, хотя бы у нас не было. Но, если это, я буду в машине в состоянии. Вы не против, да, выйти с машинами? Закройте машину, ягоди на пост. Куда? На пост? На пост платочкой теперь. На пост? Да. Но мы вот на посту стоим. Нет, зайти я вонутрь хочу. Вонутрь нельзя заходить. С каких пор? Ну, видите, есть высоковая вещь. Что это, вот эта бумажка? Вы написали, что это, что это... Что вы делаете? Это только для бумажки обычно. Это только для бумажки? А что вы говорите? А кто вам давал вообще право? Я вам расскажу, кто мне дал. Мне господин Аваков сказал, что я, как участник дорожного движения, могу на каждом социальном посту получить помощь, попить воды, также отдохнуть, зайти в случае необходимости, подать заявление, жалобы или еще что-то. Нет, я хочу зайти с этим водителем для того, чтобы вы составили административные материалы, а мы вместе с вами составим сейчас вместе рапорт по поводу состояния правого ряда на данном участке дороги. И все. Вопросы есть? Вам лично есть? Да. Какие? Почему вы берете вот это, вырываете? Потому что это кусок бумажки, который никто не согласовал вам. Вы тут споро напишите здесь, частное предприятие, полиция, тоже будет висеть бумажка. Эти бумажки, они никому не нужны, понимаете? То, что вы здесь написали, не является действительностью. Каждый водитель должен знать, что он может обратиться к полиции, зайти на социальный пост и получить помощь. Я именно для этого и приехал. В том числе помощь. Хорошо. Содействие. Я вам только что объяснил. Давайте пройдем на пост, вместе сядем, я это опишу в журнале. Заходим? Мне нравится. Бумажки наклеили и все думают, что они в домике. Идемте, у вас там есть зал, отличный, великолепный, где можно разместиться для инструктажа. Мы присядем, составите административное постановление. Я напишу в журнале все, что я думаю. Вместе с полицейским, вот с этим, который сейчас будет штрафовать, напишем вместе рапорт по состоянию дороги. И все отправимся заниматься своими делами. Идет? Пройдемте. 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 А что там? Там столы у вас. А где мы тут сядемся? Мы сейчас разместимся. В чем проблема? Проблемы никакой нету. Зачем идти в служебную? Потому что меня все время туда заводили. Еще больше ГАИ меня туда приглашали. Ну вы зашли же на пост. Зашли. Вы на пост. Детский сад. Ну хорошо. Хотите? Ну я сделаю за ваш... Я не против. Какие личные? Вы туда женщину привезли или что? Я не могу понять. Ну какие личные вещи? Хорошо. Давайте я за служебный стол размещусь с видеорегистратором, с системой рубеж. Сяду у вас здесь и буду здесь писать. Все? Так будет удобно? Подожди. Ну я не могу понять, где лучше сесть? Как маленькие дети, ребят. Сам? Да. Все, лично. Я по личным вещам не буду. Я просто не буду некрасиво лежать в сумке. Сделайте красивое встречу. Я буду красиво. Смотрите. Значит история такая. Первое, мы сейчас оставляем постановление на водителя. Я так понимаю, что вы тут намеренно решили всех задолбать своим левым рядом, потому что неоднократно люди ко мне обращались и писали, что постоянно на заброшенном посту штрафуют за левый ряд. Я уже не буду говорить. Я не говорил, что штрафуют за левый ряд. Я говорю. Ну возможно. Прошение право дорожного движения ВН. Да. Ну вы знаете, да, по поводу левого ряда? Ну что это в том числе является рекомендательным характером в пункте правил ПДД, и что есть ряд причин, по которым водитель может ехать в левом ряду при свободном правом. Правильно? Ну вы все равно намерены составить постановление? Если водитель был намерен повернуть налево, водитель губами... А есть другие случаи. При чем здесь это? Когда знали правой полосы. В том числе состояние дороги, кстати, да. Ну смотрите, а там же шлям нет? Нет. Как это нет? Вы видели, что там гребенка от фур? Который вы, кстати, здесь и оттормаживали. Я вам объясню, почему там гребенка. Колейность, да, вы имеете? Колейность. Колейность в том числе. Я вам объясню почему. У человека, кстати, только что подруги отпала защита именно из-за этой колейности. Мы ехали по трассе. Объясню почему колейность. Потому что до этого момента у вас здесь стоял знак стоп. И все фуры были вынуждены оттормаживаться. И они просто скатали асфальт. С тех пор никто из вас не написал ни одного рапорта, чтобы сюда приехала машина и починила это. Поэтому водители вынуждены принять левый ряд при свободном правом. Потому что там более-менее нормальная дорога. И проезжать. Вы же этим пользуетесь и долбите их на постановление. И это не первое постановление. Меня люди реально пишут по этому поводу. Вдруг недавно с Харькова звонит. Мне говорят, ничего себе, Запорожье город проезжал. Нигде они остановили. Или у вас на запрошенном посту хлопнули, составили постановление. Он говорит, я не спорил. Ради бога хорошо. Ребята, но это неправильно. Хотите изменить ситуацию не штрафами водителей. Рапортами. Поэтому на него постановление мы идем сотоспаривать. С вас рапорт. Мы сейчас вместе пишем. По моему обращению пишите рапорт, чтобы здесь чинили дорогу. Идем? Поехали. Так. Значит, я, конечно, хотел бы, чтобы ваш инспектор какой-то сразу написал в этот полу рапорта. Заявление, значит, смысла такого. Прошу принять меру в отношении дорожного службы и составить административное постановление на дорожную службу в лице ответственного за данный участок дороги. Здесь я описываю, какой участок дороги. Это 175 км дороги Бересполь-Запорожье. И описываю вкратце, какие проблемы на дороге. Значит, в связи с тем, что невозможно осуществлять… Какие вкратцы? Значит, данный отрезок дороги не позволяет осуществлять безопасное движение в правой полосе дороги в связи с колейностью, выбоинами и буграми. Также невозможно осуществлять безопасное торможение на данном участке дороги. Вот то, что я описал. В связи с этим я прошу вас или ваших сотрудников сейчас написать рапорт по этому поводу. И как факт можете предложить мое заявление. Рапорт сейчас напишет постановление. Да. Постановление не напишет. Ну, я понимаю, прекрасно. Я прошу вас проконтролировать, чтобы он написал рапорт. И по этому поводу, впоследствии, если эти факты подтвердятся, был составлен административный рапорт, который накажет этого человека, который отвечает за данный участок дороги. В этом смысле. Я вас услышу. Можно пояснение? Да, несколько раз. Кто будет? Вы рассматривать административный рапорт? Я буду рассматривать. Давайте. Я вам, Владимир Владимирович, приняв во внимание ваше пояснение, а также рассмотрев заявление гражданина. Мое заявление в данном случае не имеет никакого отношения к рассмотрению административного дела. Ну, потому что… Вы являетесь как свидетель, да? Свидетель того, что он не нарушал? Нет, свидетель того, что дорога находится в плохом состоянии. Свидетель Таверна, а вы сами не знаете об этом? Вот вы на посту тут стоите. Вы знаете, что у вас дорога в плохом состоянии? Вам никто не жаловался на это, кроме меня здесь? Никто не говорил, ребята, ну там реально плохая дорога. Вы выставляете знак стоп-контроль, там все раскатали. Никто не выставляет, но сейчас, на данный момент, в ближайший месяц. Ой, а я сейчас видео к этому вот прям приложу, как с утра здесь стоит стоп-контроль и как все здесь стоят. Ой, подложу видео. Вот не надо врать. Не надо врать. Я вам не вру лично. Я ни разу не выставлял знак стоп-контроль. Но если вы лично его не выставляли, это не говорит о том, что он здесь не стоит. И принимая пост, стоп-контроль на дороге не стоят. Хорошо. Я вам говорю, что вы периодически выставляете стоп-контроль и в том числе, в связи с этим, учитывая сегодняшнюю погоду очень жаркую, дорога портится, раскатывается. Ее ушатали заранее. Поэтому людям трудно здесь оттормаживать. Не надо их штрафовать. Надо сделать так, чтобы дорога была хорошая, а потом требовать соблюдение права дорожного движения. Я, Владимир Владимирович, принимаю внимание в ваше пояснение. Я прекращаю рассмотрение дела за отсутствие достава админ правонарушения. Желаю вам счастливого, дорогого. Когда я могу подъехать и увидеть копию рапорта, либо получить ответ по поводу того, что вы написали рапорт по состоянию дороги? Ну, ответ вы можете увидеть, если будет по дороге. Да. Мы-то рапорт напишем, а тогда ее сделаю. Хорошо. Я заеду на днях специально. Если можно, пожалуйста, передайте по смене. Пусть, когда данный инспектор напишет рапорт, копию, пожалуйста, оставьте. Я приеду, просто заберу ее для того, чтобы я знал, что вы это написали. Если ваш рапорт не поможет, я уже буду включаться в этот вопрос и буду от городских властей требовать здесь починить дорогу. Хорошо? Да. Всего доброго. До свидания.